Легендарная пасха по рецепту Дарьи Цвек. Держите секретный рецепт. Скоро в Украине будут праздновать Пасху, одним из атрибутов которой будут сладкие и вкусные ароматные пасхи. Рецептов множество, и мы предлагаем вам самые лучшие. Сама хранительница украинской кухни Дарья Яковлевна Цвек называла такую пасху секретной, а в книжках она называется Баба Светкова. Как приготовить вкусности, читайте ниже в материале стилер. Ингредиенты на 10 пасок диаметром 11 сантиметров, мука 1 килограмм, молоко 2 стакана 400 миллилитров, желтки 10 штук дрожжи 100 граммов, сливочное масло 200 граммов, сахар 250 граммов, ванильный сахар 20 граммов, изюм 200 граммов, соль 1 дробь 2 ч.л. Цедра лимона, по желанию, 1 дробь 2 шт. Пошаговое приготовление пасхи. Готовим опару или ростчину, как говорит пани Дарья. К теплому молоку добавляем живые дрожжи. От общей массы сахара добавляем 1 ст.л. И все тщательно перемешиваем. Из общей массы просеянной муки добавляем 3 ст.л. Тщательно перемешиваем. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 15-20 минут. Когда раствор активировался, можно готовить дальше. Соединяем желтки с сахаром, ванильным сахаром, солью, перемешиваем до однородности. Добавляем растопленное, не горячее, сливочное масло. Перебиваем до однородности. Соединяем нашу сдобу с опарой, тщательно перемешиваем. В несколько этапов добавляем просеянную муку. Тесто должно быть мягкое. Муку при вымешивании больше не добавляем. Когда тесто частично вымешано, добавляем изюм, если тесто слишком липнет. Можно смазать руки маслом. Вымешанное тесто накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте. Когда тесто вдвое увеличится в объеме, обминаем его тесто. Формируем паски, наполняя формы на 1 дробь 3, не более. Вкладываем формы. Когда паски подрастут, смазываем их взбитым яйцом и ставим в разогретую до 200 градусов духовку. Когда поставили, температуру снижаем сразу до 180. Выпекаем до готовности. Даем постоять 15 минут и вынимаем, кто такая Дарья Цвек. Дарья Яковлевна Цвек, 1909-2004, автор ряда популярных книг с рецептами, среди которых солодки печиво, до светкового столу, у будни та свята. Для гостей и сим и нашим наименшим на добрый вечер, детям и батькам, ее книги становились бестселлерами. Всего было продано более пяти миллионов экземпляров. Они получали престижные награды премии книга года. Например, книгу солодки печиво переиздавали девять раз. Ранее мы писали, как приготовить закарпатскую паску.